Змеиный сезон Кроме того, специалисты отмечают, что нет никакой гарантии, что выйдя на прогулку в парк, вы не встретите змею. Поэтому нужно знать несколько основных правил. Не пытаться мириться с ней силой. Ее основная цель не человек, а самозащита. Именно поэтому следует просто медленно отойти и не провоцировать и так напуганное создание. Кроме того, при выезде на природу нужно помнить о правильно подобранной одежде. Куртки, высокие сапоги и главные друзья, решивших отправиться в лес. Ну, единственный способ полностью себя обезопасить, это не выходить на природу, сидеть дома. Потому что нет никакой гарантии того, что вы, допустим, выйдя куда-нибудь в парк, например, на озеро Лебежье или на Дубравне, не встретите змею. Проблема только в том, как вы себя будете вести со змеей. То есть, вообще, априори, лучше любую змею считать потенциально опасной. И единственное верное решение ситуации, это просто не трогать змею, пройти мимо. Несмотря на то, что первыми змеи не нападают, случаи укуса все же нередко. Если вас укусили, главное не поддаваться панике. В первую очередь нужно помнить, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Оно не только не поможет при укусе, но и способно усугубить положение. Будет потеряно драгоценное время, и площадь распространения яда будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Единственный способ выйти сухим из воды – немедленный госпитализация. Современные больницы обладают необходимым количеством противоядия и смогут оказать пострадавшим квалифицированную помощь. Если змея укусила, то единственное верное решение – это скорейшее обращение в медчасть. То есть, чтобы специалисты сумели вовремя обработать раны, ввести противоизмененную сыворотку, может быть, даже сделать укол от столбняка. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя. Что необходимо сделать – это иммобилизовать конечность укушенную, чтобы она не двигалась. Можно просто привязать, допустим, руку к телу или к палке, чтобы рука не сгибалась, не шевелилась. Если это нога, то тоже необходимо зафиксировать ногу так, чтобы она не двигалась. В таком состоянии больному необходимо перенести в тень, допустим, в ожидание скорой помощи. Дать ему обильное питье, теплое питье, допустим, чай. Супростим. На данный момент в Татарстане всего четыре вида змей, два из которых ядовиты. Именно поэтому каждую ползучую гостю необходимо считать потенциально опасной. Но сильно переживать по этому поводу тоже не стоит. Если все сделать правильно, укус пройдет для человека без последствий. Елизавета Газизянова, Универньюз. Субтитры создавал DimaTorzok